Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на уроке мы продолжим изучать тему географическая карта. Узнаем, что такое рельеф, относительная высота, абсолютная высота, горизонтали. Также определим понятие, что такое параллель, меридиан, градусная сеть. Научимся определять абсолютные высоты точек по шкале высот и глубин и отметкам высот, а также научимся определять направления по параллелям и меридианам на карте. Прежде чем начнем урок, повторим пройденный материал. Земля имеет форму круга, геоида, овала. Правильный ответ – геоида. Площадь поверхности Земли равна 510 миллионов квадратных километров, 510 тысяч квадратных километров, 510 миллиардов квадратных километров. Правильный ответ – 510 миллионов квадратных километров. Длина экватора равна 20 тысяч километров, 60 тысяч километров, 40 тысяч километров. Правильный ответ – 40 тысяч километров. Расстояние от центра до полюсов северного и южного 6356 километров, 6378 километров, 6387 километров Правильный ответ 6356 километров Найдите политическую карту Правильный ответ Б Найдите физическую карту полушарий Правильный ответ Б А теперь, ребята, разгадайте кроссворд Проверим? Заранее выбранный и согласованный путь следования Маршрут Изображение земной поверхности на плоскости Карта Сторона горизонта Восток Отношение реального расстояния на местности к расстоянию на карте Масштаб Прибор, позволяющий определять стороны горизонта и азимут Компас Земная поверхность очень неровная На ней встречаются равнинные участки, холмы, овраги и горы Для того, чтобы изобразить эти неровности, необходимо знать определенные понятия Совокупность неровности земной поверхности Называют рельефом Чтобы на плане изобразить различные формы рельефа Нужно предварительно сделать определенные измерения Измерить высоту возвышенных участков и глубину понижения Эти измерения проделывают с помощью нивелира Нивелир – это геодезический прибор Служит для определения превышения точек земной поверхности В переводе с французского означает «выравнивание» или «уровень» Посмотрите на рисунок, как работают специалисты Для того, чтобы определить высоты возвышенных участков Необходимо измерить высоту холма по вертикали От подошвы самого низкого участка холма до вершины Можно это сделать с помощью нивелира Двух реек, веревки и отвеса При измерении высоты нивелировщик устанавливает прибор у подошвы холма Строго вертикально Его горизонтальная планка должна быть направлена к склону Затем нивелировщик смотрит вдоль планки И замечает, в какую точку на скале она направлена Помощник нивелировщика вбивает в указанное место колышек Далее нивелировщик переносит прибор в точку, где вбит колышек Устанавливает нивелир по отвесу и указывает помощнику, куда вбить следующий колышек По рисунку видно, что нивелир высотой 1 метр переставлен 8 раз Значит, холм имеет высоту 8 метров Таким образом, проводя измерения нивелиром, узнают, на сколько метров вершина холма выше его подошвы То есть относительную высоту Относительная высота – это превышение одной точки земной поверхности над другой У холма подошва с разных сторон может находиться на разной высоте С одной стороны выше, с другой ниже Если измерим эти высоты, получится, что относительная высота холма может быть не одинаковой Или вообще их может быть несколько Поэтому на плане местности изображают не только относительную высоту местности Но и высоту, которую отсчитывают от уровня моря или океана Такая высота называется абсолютной Абсолютная высота – это превышение точки земной поверхности по отвесу над уровнем моря Уровень моря-океана принимается за 0 метров На плане местности и карте есть абсолютные высоты Которую обозначают точкой и рядом подписывают высоту в метрах Такое обозначение называют отметкой высоты Существуют не только отметки высот, но и отметки глубин Они показывают высоту или глубину земной поверхности в метрах По отношению к уровню мирового океана В России абсолютная высота исчисляется от среднего уровня Балтийского моря Определенного на основе многолетних наблюдений в городе Кронштадте От нуля Кронштадтского фудштока На планах местности изображают рельеф любого участка земной поверхности Вы, возможно, читали роман Жюль Наверна Французского географа и писателя «Таинственный остров» Действие происходит на острове в южном полушарии Посмотрите, как можно изобразить рельеф острова, где происходят события произведения Береговая линия острова имеет такую же абсолютную высоту, что и уровень моря То есть ноль Поднявшись от берега по склону горы на 20 метров Мы окажемся в точке А Обойдя остров вокруг этой точки, не опускаясь и не поднимаясь Мы будем все время на одинаковой высоте над уровнем моря То есть пройдем по горизонтали Горизонтали – это линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной высотой Горизонтали также называют изогипсами От греческого – высота На планах их изображают коричневым цветом И указывают абсолютную высоту этой линии Чем ближе горизонтали проведены друг к другу, тем быстрее меняются высоты И наоборот Если горизонтали расположены близко друг от друга, то склон крутой Когда же расстояние между ними большое – склон пологий Маленькие черточки или штрихи, проведенные перпендикулярно горизонталям, называются бирхштрихами Они показывают, в каком направлении высота склона повышается или понижается Если бирхштрих на изгибе горизонтали направлен вовнутрь, то это будет спуск или понижение Если наружу, значит будет повышение Ребята, попробуйте определить, что изображено на рисунке Холм или впадина Холм Какова абсолютная высота этого объекта? 22 метра Через сколько метров проведены горизонтали? Через 5 метров Определите относительную высоту объекта 17 метров Какой склон объекта круче? Северо-западный Если на плане горизонтали проводят всего через несколько метров, то на физической карте через сотни метров Посмотрите на карту Найдите Уральские горы Их высота более 1000 метров А теперь посмотрите на горы Альпы и Гималайи Что вы заметили? Уральские горы Альпы и Гималайи на карте окрашены по-разному Все дело в том, что определить высоту или глубину территории на карте можно и по цвету Горизонталь на карте легко найти, потому что она служит границей между разными цветами По обе стороны окраска территории разная Между горизонталями от 0 до 200 метров суша окрашена светло-зеленым цветом Посмотрите эти высоты на карте Территории с высотами более 200 метров окрашивают оттенками коричневой окраски Давайте по физической карте определим абсолютную высоту гор Тиньшаня Вы видите, что на востоке нашей страны расположена высочайшая точка Тиньшаня Пик Победы 7 439 Такой способ изображения рельефа называют послойной окраской Этим же способом, но синим цветом обозначают глубины океанов и морей Линии, соединяющие точки с одинаковой глубиной, называются изобатами От греческого – глубина Если мы посмотрим с вами на легенду карты, то увидим, что здесь существует шкала высот и глубин С помощью шкалы высот и глубин можно узнать, где высокие и где низкие участки суши Где мелкие или глубокие моря Например, на карте Западно-Сибирская равнина вы видите Окрашена в зеленый цвет от 0 до 200 метров Горы Гималая и Тиньшань, Тибет, окрашены коричневым Чем выше горы, тем темнее тон Моря и океаны оттенками голубого и синего цвета Чем глубже, тем темнее тон Давайте, ребята, на физической карте по шкале высот и глубин определим абсолютную высоту местности, на которой лежит озеро Чад в Африке Вы видите, что территория окрашена желтым цветом Следовательно, высота от 200 до 500 метров А вот преобладающие глубины Мексиканского залива по шкале высот и глубин от 200 метров до 4000 метров Таким образом, мы с вами выяснили, что с помощью шкалы высот и глубин можно определить лишь приблизительную высоту какого-либо участка суши или глубину моря или океана Точные сведения высоты и глубины дают отметки высот и глубин А сейчас давайте вспомним, что называют экватором Это воображаемая линия, которая делит на два равных полушария Северная и южная Какие точки на Земле называют географическими полюсами? Это точки, через которые проходит воображаемая ось Земли Выделяют два полюса Северный и южный В направлении какой стороны горизонта вращается Земля вокруг оси? С запада на восток Людям в их хозяйственной деятельности, исследователям, очень важно знать точное местонахождение на поверхности Земли географических объектов В этом помогают линии меридианов и параллелей Давайте разберемся, что такое параллели и меридианы Параллелями называют линии, условно проведенные по поверхности Земли, параллельно экватору В переводе с греческого – параллель, идущие рядом Их можно провести через любую точку земного шара Каждая параллель направлена на восток и запад Параллели имеют форму окружностей и обозначаются градусами Все точки экватора лежат на 90 градусов от полюсов Земли Следовательно, экватор – 0 градусов Далее от него в обе стороны находятся другие параллели с периодичностью в 20 градусов Параллели на полюсах имеют значение 90 градусов Чем ближе к полюсу, тем меньше длина параллелей Если путешествовать строго вдоль одной параллели, на запад или на восток То обязательно можно вернуться в исходную точку Кроме параллели, на глобусе и на географических картах изображают меридианы В переводе слово меридиан означает полуденная линия Действительно, ее направление совпадает с направлением тени от предметов в полдень Меридианом называют кратчайшую линию, условно проведенную на поверхности Земли От одного полюса к другому В каждой точке поверхности Земли меридиан направлен на север и на юг Все меридианы имеют одинаковую длину и форму полуокружностей И все меридианы пересекаются друг с другом в двух точках на северном и южном полюсе За точку начального отсчета меридианов был принят меридиан, который проходит через знаменитую Гринвичскую королевскую обсерваторию Находящуюся в Англии, на восточной окраине Лондона Отсюда и название Гринвичский меридиан Меридианы так же, как и параллели, имеют градусы Нулевой меридиан делит планету на западное и восточное полушария Соответственно, меридианы имеют значение в градусах от 0 до 180 градусов Ребята, а как вы думаете, чему будет равен 1 градус меридиана? Если выразить его в километрах, нужно вспомнить, что вся окружность Земли 360 градусов Так как меридианы полуокружность, то длина меридиана 20 тысяч километров Если мы разделим 20 тысяч километров на 180 градусов, то получится округленно 111 километров А вот на разных параллелях величина 1 градуса в километрах не одинакова, так как они уменьшаются к полюсам Посмотрите на карту Допустим, нам надо определить расстояние между Санкт-Петербургом и Киевом по меридиану 30 градусов Расстояние между ними по градусам на карте 9,5 градуса Умножим на 111 километров и примерно получается 1054 километра Можем проверить Измерив по линейке, получается 4,2 сантиметра Масштаб в одном сантиметре 250 километров Умножаем 4,2 на 250 километров Получаем 1054 километра Значит, наше вычисление верно С помощью параллелей и меридианов на карте можно определить не только направление, но и указать положение частей территорий объектов Например, определим северную и южную часть Австралии Для этого надо положить на карту ручку или карандаш вдоль параллели, проходящей примерно посередине материка К северу от ручки или карандаша будет северная часть А к югу южная Как вы определите западную и восточную часть Австралии? Положите ручку или карандаш вдоль меридиана перпендикулярно параллели, проходящей примерно посередине К западу будет западная часть, а к востоку восточная часть материка Изображение линий меридианов и параллелей на глобусе и на географических картах называют градусной сеткой На глобусе меридианы полуокружности, а параллели окружности Если посмотреть на карту полушарий, в средней части меридиан и экватор прямые линии А другие меридиан и параллели имеют форму дугим Почему же так они выглядят? Все дело в том, что Земля имеет шарообразную форму, геоид И нанести шар на плоскость просто невозможно Это как разрезать апельсин и сделать его плоским Поэтому линии меридианов и параллелей имеют форму дугим Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? Поскольку экватор проходит на равном расстоянии от полюсов и делит Землю на северное и южное полушария То относительно него удобно определять положение других параллелей Ближе к экватору, дальше от экватора Наименьшее расстояние между меридианами находится вблизи полюсов И составляет всего 1 градус, что равно 111 километрам Место в Тихом океане, расположенное с противоположной стороны нулевого меридиана Где встречаются западные и восточные меридианы Называют линией перемены дат Она примечательна тем, что при пересечении этой линии мы попадаем в следующий день Давайте закрепим новые знания и умения Что такое рельеф? Это совокупность неровности земной поверхности По рисунку определим Какой склон пологий, а какой крутой? Западный склон пологий, восточный крутой В каком направлении от точки А растет отдельное дерево? В юго-восточном направлении Каким цветом на карте принято окрашивать низменности? Зеленым Горы Коричневым Моря и океаны Синим Все ли параллели на карте одинаковы? Нет Какая самая большая параллель? Экватор Какова длина меридиана одного градуса в километрах? Примерно сто одиннадцать километров Какое направление показывают параллели? Запад, восток Какое направление показывают меридианы? Север, юг Определите, какое из вариантов верное? Правильное под номером два Ребята, на этом мы завершаем наш урок Всего доброго! До свидания!